Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4, Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. Продолжается музыкальный декабрь нашей программы, и мы продолжаем вас знакомить с творчеством латгальских музыкальных групп. Напомню, что ранее в эфире звучали выпуски с такими группами, как Время Тепла из Резакна и Дабосу Дуровас из Даугурпелса. Сегодня встреча с командой Беспвн, истоки которой берут свое начало в Карселе. Именно там, в местном ДК, прозвучал первый официальный концерт Беспвн. Беспвн успели выпустить два альбома. В этом году ребята написали третий, но его презентацию отложили из-за пандемии. Об этом мы еще поговорим, а пока представим команду Беспвн. Вообще это 5 музыкантов, но сегодня мы беседуем с тремя из них. Это Кристоп Рассимс, Гунтес Рассимс и Юрис Вудсанс. Кроме музыки, они заняты другими делами. Кристоп также работает актером в Риге, у Юриса свое заведение общественного питания в Прейле, а Гунтес занимается общественной деятельностью и реализует множество проектов, связанных с латгальским языком и культурой. О музыке не только, сегодня беседуем с командой Беспвн. Добрый день! Здравствуйте! Че? Пожалуйста! Да, ну вот если говорить вот об этой латгальскости, как можно сказать, откуда вы? Скажем так, географическая принадлежность группы. Корни, я так понимаю, сход это Карсова, да? Да. Да. Сейчас географически все находятся, вот где как сейчас представлена группа Беспвн? Ну, мы в принципе всегда представляем как бы латгальскую культуру, независимость от того, где находится она. Но в принципе это вот Карсова, Резек, Юрис и Валдес это Прейли, Норманс наш барабанщик, там самая сложная ситуация, это там такой поселок Бикси, недалеко от Мадон. Ну, мы знаем, латгалья когда-то была очень широкая, и Мадонна тоже была когда-то латгалья, так мы говорим. Ну, в принципе, все латгалья. Ну, вот, Кристоп, вы уже частично представили группу, я просто тогда хотел сказать, что сегодня в гостях у нас Гунтес Рассимс, Кристоп Рассимс и Юрис Вудсенс. То есть, я так понимаю, не хватает еще только двух человек, хотя бы виртуально, чтобы обозначить весь состав группы Беспвн на сегодняшний момент. Они отдыхают. Они учатся играть сейчас. Да. В этот момент идет репетиция, просто вот сейчас именно. Я предлагаю начать с такого момента, вышел новый альбом, и даже планировалась его презентация в Горсе, в Резакне 21 ноября, но она не случилась по понятным причинам. Какие у вас, ребят, были первые реакции на то, потому что многие успели провести свои какие-то музыкальные концерты, презентации, мероприятия. Вы тоже, наверное, готовились серьезно, и вдруг становится ясно, что не в этом году уже. Ну, мы успели один концерт сыграть, но это было чуть-чуть другой, поэтому осенью, что уже хорошо. Ну, как в нашей ситуации, Юрий с нами уже 6-7 лет уже, правильно? Потому что у нас когда-то мы-то с братом вдвоем и еще там другими ребятами были, но уже 7 лет, как мы вот пятером в этом составе, и уже 6 лет назад вышел альбом предыдущий. И мы это все 6 лет, мы шли к тому, чтобы был альбом, 6 лет, но пару месяцев там, ну, позже будет, значит, ничего страшного. Туда-сюда, годик туда-сюда посмотрим. Да, мы уже как группа металлистов, которые раз в 10 лет альбом дают, это уже очень хорошо. Так что, в принципе, мы идем в ту сторону, наверное, или Underground какой-нибудь. Юрис, может быть, вот вы свое мнение вот так, ну, выскажите, вот когда стало ясно, что, ну, в этом году уже вряд ли удастся сыграть? Или вы еще надеялись, что вот, ну, ноябрь мы тут переждем, в декабре что-то получится? Ну, это было предельно ясно, фактически, потому что ситуация весной, которая стала, это, ну, первые признаки, что осенью тоже будет очень тяжко. И мы готовили, чтобы будет презентация, готовили, чтобы будет хорошо, но как-то не удалось на этот момент. Но это ничего страшного, главное, это время не провести как-нибудь зря и просто там ничего не делаем. Мы делаем, мы работаем, каждый может быть больше индивидуально это все делаем, но вместе потому что нельзя просто, ну, только может быть маска. Ну, что поделаешь, ситуация такая, она есть, да, но, ну, что поделаешь, надо как-то крутиться, вертиться и все будет хорошо. Ну, если что, Кристоф будет ехать в Прейли, там, будем делать пиццы какие-нибудь, хотя бы покушал, ой, как мы знаем, гонки, я чаще привезу что-либо. Между прочим, в Прейли самая лучшая пицца вообще в Латгалии и в Латвии. Ну, я в этом не сомневаюсь, да. Юрий Сусманите, просто он все знает. Ну, а пока можно сделать такую паузу и предлагаю вот послушать одну из первых композиций, ну, я надеюсь, с нового альбома. А я думаю, Юрий Сгавриев, вот мы можем поставить песню Юриуса, которую мы выпускали в этом году, называется «По вийном». Вместе или по одному? Да, по одному. Отлично. Это и суть этого года. Слушаем песню «По одному» с нового альбома группы Без ПВН, ну, практически символ этого года. Слушаем песню «По одному» с нового альбома группы Без ПВН, ну, практически символ этого года. Слушаем песню «По одному» с нового альбома группы Без ПВН, ну, практически символ этого года. Слушаем песню «По одному» с нового альбома группы Без ПВН, ну, практически символ этого года. Трэйти апсином Земе садзе изглусе, но Шодень, вои, цетудину, цетудину Шодень, вои, цетудину, цетудину Цетудину, цетудину Цетудину, цетудину Цетудину, цетудину Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сладгальская студия продолжает свой эфир Еще раз напоминаю Сегодня у нас в гостях группа Без ПВН Мы начали говорить о новом альбоме команды Которому она шла 6 лет Почему так долго? Ну, если мы бы делали только музыку И тогда, я думал, хватало бы года Ну, два, может быть Но поскольку это у нас такое дорогое хобби Как мы говорим Куда нужно вложиться И эмоционально, и материально довольно часто Ну, как бы не спешим Потому что, когда есть что сказать Мы говорим Иногда лень Иногда обстоятельства такие Но Ну, всему свое время Пока не сейчас Может быть в феврале Посмотрим В прошлом году мы сыграли Большой концерт в Горс Он назывался Рубеж Концерт мы продали месяц до мероприятия Это очень такой хороший знак Хороший Латгальская группа тоже Играющая в стиле рок-музыки Может что-то такое сделать И хороший сигнал был для всей латгальской музыки На тот момент и в этом году Мы тоже сначала хотели На такое довольно большое мероприятие это сделать Чисто вот открытие альбома Презентация альбома Потом уже уже это все Ну, на обстоятельства перепланировали Но Как мы видим Этот год будет Ну, такой Очень-очень Трудный С точки зрения того Что Я думаю Еще Два-три года Для культуры Для музыки Будут очень Непростые Чтобы Организовать Такого Ну, побольше Набрать горст Потому что Людям тоже надо Привыкать По всему И это такое Пустое время Потом будет Довольно длинный Отход От этого Юрис Ну, вот Гунтес считает Что вот такая-то Длительная еще история Вот в этой ситуации Особенно культуры Вот как вы Считаете Это два-три года Такой длительный период Когда Ну, вот это Скажем так Культурная жизнь Она восстановится Ну, да Фактически Это можно Параллели Сразу Как сказать Тянуть Вместе с бизнесом И с чем-нибудь Таким Потому что У нас У нас есть Пиццерия У нас есть Несколько кафе И там ситуация Ровно такая же С музыкой Музыку ты можешь Брать с собой Так что Ты можешь Еду брать с собой И эти параллели Все время Идут Ну Наравне Я думаю Мои прогнозы Фактически Что на лето После весны Летом Это, конечно Будет такой Период Когда можно будет И работать И играть И что-нибудь Хорошее создавать Выдавать Это Допустим Весной И зимой И осенью Тогда будет Опять Периоды Когда надо будет Довольно Опять идти На засидку Такую Потому что Ну, фактически Два года Два года Будет Таких Ну, довольно Трудных Чуть-чуть Надо смириться С этим И принять Эти условия Которые есть На данный момент Иначе Ну, как сказать Не знаю Там, противоречить На данный момент Допустим Ситуации Говорить Что там Нет ничего Ничего не происходит Там Ну Нет ни пандемии Ничего Но это совсем Такое Болшит уже Выходит Тут нельзя Такое Даже и думать Просто надо Смириться Надо принять условия Работать по условиям И главное Главное Всем работать По условиям Тогда все будет Хорошо Через два годика Будет Большой концерт Я думаю И у нас тоже Кристоф Я, например Сегодня Извини, пожалуйста Просто реплика Одна Я сегодня Заметил Один плюс В это время Просто Я использовал Это время Чтобы удалять Лишних друзей Из фейсбука Ну, просто Анфренд Как это Очень просто Они сами Говорят Ну, кого Нужно удалять Очень просто Уже сегодня Минус сто Реально Сегодня Ну, ничего делать Было просто Круто Тоже важный момент Для которого Ну, наверное Иногда Не хватает Времени Проводить Такие Чистки Кристоф Я вот хотел Поинтересоваться У всех Было такое Ощущение Вот Что летом Наступила Некая Оттепель Ну, если выражаться Такой Политической Терминологией У вас Было Вот это Тоже Ощущение Момента Что Вот те Запреты Весенние Они как бы Позади И мы Сейчас Все Вернемся К прежней Жизни Или Вы так Радужно И не рисовали Перспективы Вот как Этой Осень И следующего Года Поскольку Я Летом Занимаюсь Как бы Как это Называется Чисто Профессионально Тамада Ну, да Мне когда Это когда В такой Развлекательной Индустрии В принципе Да Ведущей Мероприятии Я Я Перформер Бэйби Как Вроде Меркурий Говорил Я Летом Потому что У меня Такой Формат До Сто Человек И я Это Вообще Уже Ну, в принципе Забыл Что Было Что-то Что Называется Ковид Ну, в принципе Я почувствовал Как Это Было Год Назад Я уже Почувствовал И я видел Как люди Уже Уже Начали Жить С той жизнью Которая Они уже Вспоминали Как было Когда Можно было Уже Встречаться Нормально Не думать Там Два метра И так далее Это было круто Да И я Как бы Очень Наделал Что-нибудь Это Второй Волны Ну Как бы Логически Понимал Что Будет Ну Как Смотря на То Что Исходит Как Это Это Будет За Песня На Этот Раз Давай Сейчас Майор Послушаем Голд Из Остаб Стол На Чердаке Наверное Так Тогда Сейчас Звучит Композиция Стол На Чердаке Которую Предложил Гуд Сразу Слушаем И После Песни Сразу Продолжаем Беседу С Группой Без ПВ Слышим Голд Слышим Устаб Ты Слышим Ты Сбер Из Нас Слышим Одну Рай Дан А Кайдам Цитам Вок Коран Сту Нес Слышим И Уж Ребез Из Вина Голда Вест Слышим И Ас Я Устаб Слышим Ви Устаб Слышим Ас Ай Зам Я Слышим Каз Рай Пу Пар И Пыль Слышим Ай Ай Зам Я Слышим Ви Я Слышим Ай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Латгальская студия продолжает свой эфир И еще раз напомню, что сегодня мы разговариваем с группой без ПВН Пока, ну так складывается ситуация, что мы в основном обсуждаем те проблемы, которые, те вызовы, точнее, что нам дала пандемия Хотелось бы вернуться обратно к новому альбому В первую очередь, как, собственно, называется альбом? Мы тут уже почти полчаса о нем разговариваем, а так никто и не в курсе Мы планировали это все выпустить в ноябре 2021 Да, ну так как-то отложилось Ну, отложим еще чуть-чуть, ничего Хорошо, давай То есть пока, единственное, мы знаем, что у без ПВН спустя 6 лет появился новый альбом Но какие песни там будут звучать, как он называется Надо еще потерпеть То есть мы буквально были близки узнать все это в ноябре Но тут ситуация сыграла в другую сторону И придется снова потерпеть Мы сейчас опять говорим уже о будущем, о перспективах Кончается год, уже новый год Это всегда какие-то надежды, ожидания Насколько вы так оптимистично смотрите на то, что все же удастся сыграть этот концерт? Ну, как-то вот взять инструменты и вот выступить перед большой публикой, аудиторией Почувствовать эту энергию В этом году группе без ПВН 17, да, уже 17 лет Так что, наверное, надо подождать до 18 Совершеннолетие, скажем так, да? 17 лет с первого концерта, когда у нас даже колонки типа звучали Это уже, ну, так, очень-очень относительно Потому что аккорды мы тогда знали пару Кристо, а какой у вас настрой? Все же мы услышим без ПВН зимой или ближе лет, к лету? Сейчас будем замерять уровень оптимизма у каждого из участников без ПВН Весна Потому что весной все закончится, ну, по крайней мере, в каком-то образе И весна – это очень хорошее время начать что-то Потому что природа просыпается, люди просыпаются Хорошо все будет когда-то Я не сказал, о которой, я не знаю Да хоть завтра, мы можем, если все отменят, мы можем выступить хоть завтра Это не проблема Пока, да, можно слушать в Ютубе, в Spotify И Кристо уже набиваются На три-четыре, да? Хорошо, да Вот так мы можем услышать группы без ПВН без всяких ограничений, можно так сказать Ребят, может, в заключении такой глобальный вопрос, можно сказать Есть, битует мнение, что вот такие вынужденные ограничения искусственные Когда вот эти все гайки открутят Вот эту пробку из бочки выбьют То будет некий взрыв в плане творчества То есть музыканты, художники, они как-то смогут себя реализовать, раскрыться Как вы считаете, насколько эта позиция реальная? Действительно, мы услышим какую-то очень много новой, интересной музыки Гонтис, может, тогда начнет? Ну, все может быть Я думаю, будет часть музыкантов, да Которые проснутся с этой спячки зимней И, ну, довольно будут продуктивны Ну, накопили будут уже и песни, и идеи Но также, я думаю, что с этим всем мы чуточку Какую-то часть музыкантов на какое-то время и потеряли, я думаю И они уже обрели какие-то новые формы И, может быть, новые направления Как и зарабатывать, и как-то себя по-иному развивать Юрий Скристоп, есть что добавить? Какие-то мысли на эту тему? Я, наверное, согласен с Гонтисом полностью Потому что так есть Некоторые больше не будут играть больше Я вот о чем еще хотел бы сказать Что я боюсь, что чуть-чуть будет, может быть, качество выступлений Будет чуть-чуть колебаться, может быть Потому что друг с другом играли главная спублика Это очень-очень важно для каждой группы Ощущение о том, что когда что-то, чего-то не хватает тебе Например, концертов театра, спектаклей Когда они все были Они уже приобрели ту форму, что Ну, они есть Ну и что? И это наша оценка Она близка к нулю Потому что они есть Ну и не то что? То есть хочу иду, хочу не иду То есть не было этой проблемы? Ну да, конечно, да И когда чего-то не хватает В этот момент очень-очень самому не хватает делать И реализоваться в плане социальном плане Потому что когда тоже есть очень много мероприятий Когда уже есть такая фаза, когда Ну, сколько можно уже, нужно отдохнуть Но я помню летом, когда закончился первый этап ковида Тогда я видел, как люди начали очень-очень оценить Каждый и каждый момент встречи и каждого мероприятия Хотя бы маленького концерта Вот это уже сразу после И я очень надеюсь, что вот когда этот закончится Мы еще больше будем оценивать то, что делают и актеры, музыканты И творческие люди И просто советую всем просто идти на концерт Когда можно будет и на спектакли И это будет круто Ну вот на такой обнадеживающей ноте Может быть с какой-то долей надежды и взглядом в будущее Предлагаю завершать наш эфир И в заключении еще одна песня от Беспвн Что на этот раз прозвучит у нас? Очередь с крестой, точнее Ну давай тогда последняя, которая у нас была Это называется Отпусти долги Долги, грехи Символично очень в конце 2020 года Отпустите долги, грехи Поэтому звучит песня от группы Беспвн Отпусти все долги А на этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы Сегодня мы были в гостях вместе с группой Беспвн До новых встреч Берегите себя И надеемся, что следующий год он будет более радостным, обнадеживающим и веселым Долги, грехи Долги, грехи Долги, грехи К rzecz ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА